Всем привет! Сегодня хочу показать вам интересную программу, которая предназначена для администраторов серверов. Ну, как вы знаете, что на различных серверах есть различные своды, скажем так, правил, некий кодекс, которым следуют игроки. Ну, как админы поступают? Они либо ставят на спавне различные панельки, где, собственно, пишут подробности эти правила, либо создают сайт для сервера, где все это тоже подробно расписывают. Ну, собственно, я решил пойти по другому пути и сделать небольшую программку для компов, собственно, где эти правила будут подробно расписаны. То есть у нас есть некие текстовые файлики, где все правила содержатся, а эта программа просто файлики читает. Собственно, вот слева у нас есть небольшая такая панель, где выбирается нужный файл. Собственно, файл отображается, и с помощью стрелочек он легко прокручивается. То есть, игроки сходят на ваш сервак и спокойно читают всю информацию о том, как они должны или как не должны поступать на вашем сервере. Вот так вот. То есть, некий, скажем так, свод информации для их поведения, для коррекции поведения игроков. Собственно, программка очень простая. Она закрывается сочетанием клавиш Ctrl-Alt-C. Вот так вот. И, собственно, она возвращается в нашу операционную систему. Программка только для операционной системы, для нашей, для MineOS. И, кстати, смотрите, какой графон у нас теперь. У нас есть поддержка в таких Full HD, считай, обоев. То есть, я полностью перелопатил графическую систему нашу iOS, и теперь она стала очень быстрой, очень графонистой. Также изменилась программа Pathfinder, то есть, наш проводник, считай, изменились различные иконочки. То есть, все стало такое более-менее красивенькое, симпатичное. Появилась прозрачность у окон. Но, собственно, не об этом речь. Давайте я вам покажу, как с этой инфопанелью разбираться. Сейчас заходим в папку System, заходим в папку InfoPanel, и у нас здесь есть стандартных три файлика. Ну, то есть, я просто для примера их запилил сюда. Вот, если мы кликнем на кнопочку «Редактировать», открывается наш файлик, и у нас, собственно, здесь написан наш текст. Чтобы, собственно, изменять цвет различного текста, допустим, там была оранжевая надпись Batex, вот такая вот, у нас используется некий аналог стандартных HTML-разметок. То есть, пишем параметр Color, пишем нужный цвет, и закрываем параметр Color. И, собственно, наш весь текст, который будет этим параметром, будет оранжевым. Соответственно, здесь он обратно меняется на белый, и все, короче, вот так вся эта фигня работает. Давайте для более подробного примера вам покажу, как эта фигня, собственно, как можно создать свой собственный файл. Правый клик, новый файл, допустим, новости. Новости. Окей. Пишем это типа новости. Ёпта. Вот. А это тест цветного текста. Ну, давайте сделаем слово цветного каким-нибудь фиолетовым цветом, например, вот так вот. Так, Color 0xFF00FF, это фиолетовый цвет. Закрываем параметр Color, и здесь обратно цвет меняем на белый. Color 0xFFFF, Color, или Color, там как правильно будет по-английски, по транскрипции, не знаю. Собственно, Ctrl-S, Ctrl-W, то есть мы сохранили, закрыли файл, и возвращаемся обратно в программку нашу InfoPanel. Сейчас она прогрузится. Нажимаем InfoPanel, открывается у нас, собственно, файлик новости, мы на нее кликаем, и у нас успешно отображается весь наш текстовый файл. То есть у нас фиолетовый цветной текст, довольно-таки красивый. Вот, собственно, закрываем обратно программку, и сейчас я вам покажу еще одну прикольную штуку, которая здесь, собственно, есть. Так, System, InfoPanel, новости, редактировать. Здесь есть также поддержка небольших изображений, то есть вы можете вставлять в вашу информацию небольшие маленькие картиночки, которые вы, собственно, создали в программке Photoshop, которая также здесь есть в операционной системе. Делать это очень просто, пишем имейдж, пишем путь к изображению, ну, например, mine.os.system.tac.os.icons.folder.pic. Закрываем, собственно, тег имейдж, вот так вот. Открываем обратно программку InfoPanel. Текст, давай уже, тугая скотина. Так, открываем новости, и, собственно, у вас отображается небольшая такая картиночка, то есть стандартная картинка наших иконок в операционной системе. То есть, в принципе, довольно-таки все очень просто и красиво. По сути, это полный аналог BB кодов форумных, то есть кто знает, то, собственно, поймет. Вот, так что очень красивая штучка, пользуйтесь на здоровье, кому надо. Вот, собственно, для чего все это кодилось? Кодилось для нашего сервера. Мы хотим создать крутой индустриальный сервер, где, собственно, основной концепции является красивые всякие пизданные построечки, где полностью идет доступ ко всем компам, то есть ко всем функциям без ограничений, ну и, собственно, и так далее. То есть, некий хороший индустриальный сервер. Собственно, вот наш спам такой вот мы построили, тут всякие красивое небо, вон тут эфиревая башня же стоит. Это очень старая еще версия нашего спам, давно, собственно, тут играли, и решили, собственно, возобновить работу нашего сервера, а потом еще, возможно, в каком-нибудь видео даже сниму отдельно. Собственно, как ограничить доступ к юзерам? То есть, всякие у нас заходят нехорошие люди, заходят в нашу программку, нажимают Ctrl-Alt-C, и, собственно, программка закрывается. Как этого избежать? Просто убираете клавиатуру отсюда, и они способны будут только тыкать своими ручонками вот так вот, чтобы игроки просто не крашнули нашу кругу. Вот. Собственно, теперь еще, как сделать так, чтобы программка загружалась по умолчанию всегда при старте операционной системы? Давайте я вам покажу. Для этого, собственно, я накудил специальную отдельную программу под названием Autorun, запускаем ее, и открывается редактор автозагрузки. Нажимаем кнопочку плюс, вводим, собственно, путь к нашему файлу, который мы хотим сделать, чтобы он загружался по умолчанию. Путь, собственно, будет такой. MineOS Applications, как там, infopanel.app, infopanel.lua, добавляем, и, собственно, наш валик с нашей инфопанели будет загружаться при старте. Нажимаем выход, нажимаем кнопочку перезагрузочка, так, перезагрузить, наш комчик перезагрузится, и у нас будет при старте компаса стартовать всегда наша инфопанель. То есть, собственно, как сделать так, чтобы, правда, панель еще, кстати, никогда не гасла? Ну, у меня стоит здесь мод на чанк-лоудеры, то есть на загрузчики чанков. Это как вариант. Либо вы можете ставить этот компьютер на спавне, и таким образом ваш чанк всегда будет прогружен. То есть, кто не знает, на спавне чанки всегда прогружаются, то есть перманентно. Даже если, собственно, вы вообще отсутствуете на серваке. Вот, собственно, закрываем нашу программку. Можно открыть обратно на операционную систему, только масштаб выставим нормальный экран. Так, OS. Собственно, покажу вам, что здесь еще появилось. Помимо всего прочего. Появилась программка под званием Matrix. То есть, ну, в принципе, чисто декоративная, она позволяет симулировать, ну, матрицу из известного фильма. Вот так, довольно-таки красивая штучка. Немножко, конечно, подлагивает, потому что здесь очень сложно-таки расчеты идутся. Но, в принципе, довольно-таки графонистая. Закрывается она просто кликаем на монитор, кликаем, собственно, она выходит. Вот. Что у нас здесь еще появилось? Так, блин, говно какой-то запустилось. Так, 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 так. Собственно, появились у нас графонистые обои HD-шные. Открываем папку Pictures, и у нас здесь есть довольно-таки красивый набор обоев. Например, выбираем Luna, установить как обои. Так, нажимаем ОК. И у нас через некоторое время еще, собственно, прогрузится обоина. Будет красиво отображаться в нашем рабочем столе. Вот так вот, то есть, собственно, это ума из нашей дотки. Вот такие графонистые штучки, то есть, в принципе, вот такие картиночки способны неплохо-таки украшать ваши сервера. То есть, если вы поставите у себя дома, например, или в таком красивом доме, то есть, это, в принципе, довольно-таки хорошее украшение. Вот. Так, что у нас тут еще есть? Давайте я какую-нибудь картиночку еще покажу. Допустим, инвокер. Установить как обои. Окей. Так. И у нас сейчас обратится инвокер, опять-таки, из нашей дотки. Любимый. К слову, я забыл вам показать, как ставить операционную систему и саму программу. Давайте я вам покажу. Потому что в комментах стали очень часто задаться вопросами, почему там что-то не работает, какие-то у них ошибки у людей возникают. В общем, полная бодяга. Понятия имеющая, что у них там происходит. Но, собственно, давайте я вам покажу сразу. Берем жесткий диск. Желательно сразу третьего уровня, потому что... Ну, потому что, может, памяти не хватило элементарно на всякие на обои, на скрипты и так далее. Ставим его в комп. Комп должен иметь такую конфигурацию. То есть, хорошая видеокарта, сетевая плата, лоа биос, дискеты и так далее. Запустили. Запустилась стандартная mine.os с нашей дискеты. Пишем команду и стал. И устанавливаем нашу стандартную mine.os с дискеты на жесткий диск, который мы только что вставили в комп. То есть, это стандартные системные файлики, стандартные библиотеки, которые просто необходимы для работы моей уже операционной системы. Вот так вот. Сейчас они поставятся. Вот. Так, нажимаем кнопочку Y, нажимаем Enter. Наш комп перезгружается. И открываем стандартную mine.os уже на нашем жестком диске. Далее. Вводим команду PastaBin. Run 0.5.1. Живу. Она будет в ссылочке, естественно, в описании видео. Нажимаем Enter. И запускается мой инсталлер, уже моей операционной системы через сайт PastaBin. Без интернет-платы у вас ничего не получится. О, запускается уже сам сейчас установщик. Сокружается, собственно, данные для инсталлера. Далее здесь нам нужно сейчас будет выбрать язык. Собственно, выбираем русский, естественно. Нажимаем Далее. И у нас пошла установка нашей операционной системы. Установка была довольно-таки долгая, потому что там всякие копируются всякие графонистые обои, картиночки, библиотеки. Так что давайте просто подождем. Так, ну вроде установочка подходит к концу. Сейчас, собственно, перезагрузим наш компьютер. Текст. Загрузка последней библиотеки, последних приложений. Нажимаем кнопочку перезагрузить. Наш комп перезапускается. И, по идее, у вас должна стартовать сама операционная система. Вот. Если она у вас не стартует, просто вводите, собственно, в консоль. Вот так вот пишите ОС, нажимаете Enter, и у вас запускается сама ОС. Вот так вот. Собственно, давайте введем обратно в консоль. Ну вот, собственно, я вам показал полный процесс установки операционной системы с нуля на ваш компьютер. То есть не надо писать в комменты, что у вас что-то не работает, какие-то ошибки кидаете. То есть, в принципе, здесь никаких ошибок быть не может. То есть делать все по инструкции, все будет у вас хорошо. Так что, вот. Вот такая, собственно, программка. К слову, в Finder и в нашем проводнике появилась сортировка файлов. То есть можно сортировать по типу. То есть как папочки впереди, а потом за ними будут другие файлы. По имени и по дате. По дате изменения на серваке. То есть, последний мы только что изменили файл автозагрузки. И, собственно, вот он в первую очередь стоит у нас. Вот. Собственно, такие вот нововведения. Надеюсь, эта вся фигня вам понравилась. Возможно, кому-то это, собственно, пригодится. Так что всем спасибо за внимание. До новых видео. До новых встреч.